Его путь прошел не по земле, а по небу. Во времена Великой Отечественной его прозвали летчиком Асом, одним из десяти лучших на весь Советский Союз. И даже после войны Амитхан Султан не перестал летать. Он стал испытателем новой авиационной и космической техники. А познакомился с небом он в Кач, в военной авиационной школе. Полгода назад севастопольцы предложили губернатору установить монумент Амитхану здесь, в парке авиаторов. Это стало возможным благодаря позиции тех неравнодушных севастопольцев, кто не только вкладывает усилия в то, чтобы сохранить имя наших героев, но и продлить память об их подвигах в молодых поколениях. За этот достаточно короткий срок эта идея воплотилась, она была реализована. И, конечно, здорово, что нам удалось выполнить эту задачу в преддверии наших великих праздников 9 мая и 75-й годовщины освобождения Севастополя. Чтобы возложить цветы у бюста Амитхану, родственники летчика прилетели из Махачкалы. Магомед Сантуев говорит, каждый год 9 мая дагестанцы собираются возле мемориала Амитхану и не скрывают радости. Теперь эту традицию можно проводить и в Севастополе. Каждый 9 мая мы собираемся все лакции, все дагестанцы, все, которые его чтут, память и так далее, возле памятника Амитхана Султана. Поздравляем его, выступаем, так что чествуем. Летчик АС освоил 100 летательных аппаратов, 101-й стал роковым. Амитхан трагически погиб при испытательном полете в 71-м году. Екатерина Брега, Деливер Меджитов, Новости ХТВ.